Всем привет, ребята! Вы на канале Ферби Эм. Все хотя бы раз в жизни видели горы. Но как часто вы думаете о том, какие животные там обитают? Какая самая высокая гора в мире, а какая самая мистическая и тайная? Об этом сегодня я буду рассказывать. Горы – это участки земной поверхности, которые могут иметь различную возвышенность. Согласно законам природы, молодые горы растут на месте разрушающихся старых. Нижняя часть начинается с лесного пояса. Дальше идет пояс лугов, где деревья уже не растут. Только трава и растения. Еще выше – пояс вечного снега и льда, а дальше уже только вершина. Жизнь в горном климате очень сложная. Холод, ветер, недостаток кислорода. Так горная птица-бородач обладает сильными крыльями, чтобы она могла летать при сильных ветрах, которые часто бывают в горах. Большое животное яг обладает толстой шкурой, которая защищает его от мороза. Горная лама обладает такой кровью, что за один вдох может получить больше кислорода, которого так не хватает высоко в горах. Когда в горах наступают суровые зимы, многие животные спускаются с гор в поисках пищи. Например, серны спускаются покушать сосновые побеги или шайник. Они живут стадами. На обед они спускаются покушать всей толпой. И пока все питаются, одна серна следит за опасностью. И если вдруг она что-то увидит, то она начинает свистеть и топать копытцами. Так она предупреждает стадо о срочном окончании обеда. Другие собирают и запасают еду впрок. Так пищуха на зиму запасает сухие листья в норах. Альпийская кушица поедает червей и насекомых. Сохраняя остатки пищи в вращей нахскал. Гималайи – это самый высокий горный массив на планете. Именно здесь находятся 14 высочайших гор. Здесь находится самая высокая гора в мире – Джамалунгма. Более известная как Эверест. Но есть в Гималаях одна гора, которая в некотором роде больше знаменита, чем Эверест. Хотя скорее она не знаменита. А окутана завесой тайны. Это гора Кайлос. Некоторые считают, что Кайлос – это пирамида, внутри которой обитают представители прошлой цивилизации. И именно там хранятся древние сакральные знания. Другие считают, что на этой священной горе обитает бог Шива. На эту священную гору еще не ступала нога человека, так как она находится под запретом посещения. Была одна экспедиция, которой разрешили посетить Кайлов. Но ступить им на гору так и не удалось. Тысячи людей преградили путь экспедиции. Вот такое мистическое место на планете. На каждом континенте есть самая высокая гора. А вот как называется самая высокая гора в России? Этот вопрос я задаю вам. Если хотите подумать, то нажмите на паузу и попробуйте вспомнить. Перед тем, как слушать ответ, я прошу вас сделать, что показано в этой части экрана. Итак, ответ. Самая высокая гора в России является Эльберус. Она не только самая высокая в России, но и самая высокая в Европе. Название Эльберус имеет иранское происхождение. И переводится как сверкающая гора. На этом все. С вами была я, Фер Би Эль. Всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин